Белый, синий, красный. Игра цветом российского флага вселила азарт в детей с ограниченными по здоровью возможностями. О правилах они узнали только сейчас. В каждой команде три человека. Чтобы метать шары, нужна не сила, а точный бросок. Из сотни учеников поиграть в бочу пришли более 30 детей. Я сегодня, судя по микрофону, в команде красных. А кто у нас выигрывает? Ну, красные как раз и выигрывают. Сейчас закончится второй энд со счетом 1-0, но еще впереди 4 энда, так что посмотрим. Джек-болл. Так называется светлый мяч, приблизиться к которому и есть цель участников. Их задача – кинуть свой цветной шар как можно ближе к нему. Комплект для игры недешевый – около 20 тысяч рублей. Наша задача сейчас, чтобы он пошел в районы, а он уже есть в Краснокаменске, он есть в Шилке, он есть в Приоргунске. Сейчас его закупают агинские инвалиды. В Забайкальском крае мы можем вырастить чемпионов в пареолимпийских игр? Да, запросто. Этот вид спорта развивается в крае только последние два года, но некоторых он успевает увлечь уже с первой тренировки. Я думаю, может быть интересно, может быть интересно, понравилось. Мне еще хотелось играть. Но игра в бочу вдохновила не всех. Стрелялские танчики для некоторых оказались более захватывающим видом досуга. Наталья Оршинская, Константин Васильев, ЗАП-ТВ